Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала! С вами опять я, Елена Волчек. Я хочу благодарить вас за то, что вы стоите с нами на канале. Поддержьте нас лайками, комментариями и подписками. Этим продвигается наш канал. За это вам огромное спасибо! Сегодня я буду готовить молочные коржики, как когда-то. В детстве были в школьной столовой. Для них нам понадобится мука, одно яйцо, сахар, молоко, ванилин, сода, щепотка соли, а также маргарин. У меня вот он был растопленный, но я подождала, пока он немножко станет просто только мягкий, чтобы он был не горячий, даже не теплый, а холодный, просто мягкой консистенции. Маргарин наш я уже выложила в нашу миску. Теперь всыпаю сюда сахар и буду венчиком вот так вот все это перетирать. Он у нас мягкий, поэтому это все происходит у нас быстро. Вот так вот соединилось. Теперь добавляем яйцо и перетираем дальше все это. Теперь молоко. В конце в описании будут полностью пропорции, сколько чего надо. Все, смотрите в описании. Молоко, конечно, посложнее немножко соединить. Все нормально. Потихонечку главное перемешать и все соединяется. Теперь будем всыпать наш ванилин, соду добавлять и соль. И все это также тщательно перемешаем. Теперь будем вводить постепенную муку с небольшими порциями. Когда наше тесто будет вот такое вот густое, что его будет тяжело вымешивать венчиком, мы будем его мешать дальше ложкой. Просеивать муку опять небольшими порциями оставшуюся и вымешивать с ложкой уже будем. Когда наше тесто будет вот такой уже плотноватой консистенцией, мы будем вылаживать его на припыленной мукой стол и дальше вымешивать руками. Вот так вот положим и будем дальше вымешивать руками. Тесто мы наше сильно забивать не будем мукой. Сейчас покажу как оно должно быть довольно таки мягкое, эластичное. Ну вот, вот такое. Мягенькое и эластичное. Будем его сейчас раскатывать и формировать наши коржики. И так, как всегда, я сразу подготовлю противень перед тем, как заняться вырезанием наших коржиков. Вот так вот. Отрезала бумагу. Сейчас ее смажу, как обычно, маслом и кисточкой. И все. И буду налаживать, вырезать наши коржики. Противень нашу мы подготовили, бумагу смазали, занимаемся нашим тестом. Сильно наше тесто мы не раскатываем, чтобы оно такое было довольно таки толстоватое, потому что это не печенюшки, это коржики. Тесто мы раскатали, теперь будем вырезать наши коржики. Вот, как вы видите, тесто должно быть не меньше сантиметра. Начинаем вырезать. Вот я буду вырезать. У меня такая формочка пластмассовая с набора. Их там было, наверное, 5 или 6. Можно круглой стороной, можно вот такими резными зубчиками вырезать. И буду сразу вылаживать на противень. Итак, у нас получилось 15 вот таких коржиков, заготовочек для них. 12 у нас влезло в нашу противень и 3 вот осталось. Мы будем их потом ставить до аппекации. Теперь будем отправлять наши коржики в духовку. Когда наши коржики почти готовы, мы их берем вот так вот и смазываем взбитым яйцом. Вот такие красивые аппетитные коржики у нас получились. Мы достали их из духовки. Сейчас я их буду вылаживать на наше блюдо. Вот такие красивые аппетитные коржики у нас получились. Сейчас мы один попробуем, разломаем, покажем какой он внутри. У нас было два вида наших коржиков. Я специально один не покрыла яйцом. Вот он такой получился. А этот, который покрытый яйцом, более лакированный. Они, в принципе, одинаковые. Сейчас я разломаю вам один из них. Давайте он не лакированный и покажу, какой он изнутри. Вот какой он. Красивый, рыхлый внутри. И сейчас попробуем, какой он будет на вкус. Вкусненько. Особенно с молочком. Не совсем как в школьной столовой. Но тоже очень вкусно. Я бы сказала, он даже более песочный, чем в школьной столовой. Всем рекомендую приготовить и попробовать. Кому понравился рецепт моих молочных коржиков, ставьте лайк. Кому не понравился дизлайк, подписывайтесь на меня. С вами была я, Елена Волчик. Рецепт будет, как всегда, в описании под видео. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok